Добрый день! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина. И вот о чем расскажу в ближайшие 15 минут. Чтобы риск аварии свести к нулю, участники ралли «Шелковый путь» проходят финальный техосмотр и выезжают в центр Омска. Церемония открытия уже через несколько часов. Отдавали отчет своим действиям, когда морили голодом двухлетнего малыша. В Таврическом суде предъявили обвинение жительницам аула Каинба, истязавшим ребенка. Расскажем новые подробности на шумевшей истории. Для безопасности омских лесов и деревень. Мы можем населенные пункты страховать такими машинами. Автопарк лесхозов пополнили пожарные и грузовые машины, трактор и болотоход. Новый хаб для зерновых экспрессов. Составы с зерном теперь будут отправлять из Черлака. В какие страны повезут омскую пшеницу. Не поделили тротуар с шаровидными ивами. В центре Омска неизвестные сломали несколько деревьев. Последняя проверка перед стартом. В эти минуты у регионального экспоцентра проходит техосмотр авто, участвующих в шелковом пути. Комиссары внимательно изучают каждую деталь, будь то руль или пружины подвески. Последние, к слову, не должны быть сильно растянуты, иначе гонщики смогут быстрее других пройти сложные участки. Приходится машинам и вставать на весы. Досматривают и так называемые пакеты выживания, аптечки. Если в наборе не хватает хотя бы одного предмета, к соревнованиям не допустят. Перчатки, шлемы, комбинезоны тоже проверяют. Такой тщательный осмотр не прихоть. Он проходит по строгому перечню и необходим для того, чтобы свести к нулю риск аварии. Сейчас на техосмотре в основном баги, внедорожники и грузовики протестировали вчера. Они уже в закрытой зоне ожидания, и все же еще несколько тяжеловесов у площади. На площади у экспоцентра остались. Это машины, в которых хранится все необходимое для бивуаков в лагере отдыха. Отмечу, в идеальном варианте техосмотр длится не больше часа, но обычно строгие комиссары досматривают авто по несколько дней. Так было и с омским экипажем. Наши спортсмены участвуют в шелковом пути впервые в истории, но при этом, говорит пилот Евгений Фризоргер, волнения нет. У спортсменов амбициозные планы. После азиатской гонки хотят покорить еще и Дакар. Понимаем, что будет тяжело однозначно. Но, как говорится, плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Мы реально, конечно, оцениваем свои шансы. Самая главная задача – это, конечно, добраться до финиша. Надо очень правильно и грамотно рассчитать свои силы. Обязательно сберечь машину, потому что можно разложиться, как у нас говорят, на любом спецучастке, и тогда гонка по факту закончилась. И как из практик, которая существует, треть участников так практически и происходит. Сразу после технического осмотра пилот отправился в зону ожидания. Напомню, она находится на улице Ленина у Соборной площади. Место штурмана на время заняла наш корреспондент Екатерина Балучевская. На то, чтобы домчаться от левобережья до центра, всего 20 минут. Иначе, как рассказал Евгений Фризоргер, участнику грозит штраф. Как только машина проходит полный техосмотр, гонка уже начинается. Невероятное ощущение просто. Ну а уже через три часа торжественное открытие спортивного праздника. Мечи своими глазами увидят новейшую гоночную технику, которой управляют чемпионы. Церемония пройдет на Соборной площади. Вход для зрителей свободный. Обязательное условие – наличие маски. Трибуны разместили на стороне Успенского собора, откуда будет хорошо видна презентация экипажей. Для тех, кто не сможет попасть на главную площадь, 12-й канал организует прямую трансляцию. В связи с этим итоговый выпуск «Часа новостей» выйдет в 16.40. В прямом включении мы покажем, как Омск встречает гостей и участников легендарного ралли. И сегодня же сразу после трансляции смотрите в эфире «Дневники шелкового пути». На протяжении всей гонки мы будем рассказывать подробности. Ну а завтра в 9 утра на территории 242-го учебного центра ВДВМ дадут спортивный старт. Следить за гонщиками, а мечи смогут на полигоне «Светлый». Трибуны и зрительские зоны организуют и около села Индейка. И к другим темам. Психически здоровая и поэтому может понести любое наказание. В суде озвучили результаты психиатрической экспертизы матери двугодовалого малыша, которого истязали во улике Инбай Таврического района. Согласно заключению врачей, Евгения Кобельская не страдает психическими расстройствами и в момент преступления отдавала отчет своим действиям. При этом, как отметили медики, чересчур общительно, неразборчиво в связях и беспечно. Так что оправдать издевательство над малышом, ссылаясь на тяжелую депрессию после смерти супруга, девушке не удастся. Отсутствие ее поведения восхваза в тот период признаков бреда, галлюцинации, нарушенного сознания у них психопатологических синдромов, сохраняются воспоминания с идеями. В этом Кобельская в период не применила ее деяния, как не страдающая каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психи, она могла в полной вере осознавать фактический характер, общественную опасность, если у руководителей приводительных медицинского характера она не нуждается. Напомню Евгению, ее многодетную подругу Гульмиру Букенову обвиняют в истязании по предварительному сговору. Ребенка избивали, морили голодом, связывали руки и ноги, поили кипятком. Сейчас мальчик живет у родственников, Кобельскую лишили родительских прав. Уголовное дело рассматривают в Таврическом суде уже несколько месяцев. Девушки не раскаиваются, вину не признают. Кто из них ответит за домашнее насилие, пока неизвестно. Губернатор Александр Бурков сегодня вручил ключи от новой техники специалистам лесных хозяйств региона. Это пожарные машины, грузовики повышенной проходимости, трактор и снегоболотоход. Их закупили в рамках нацпроекта «Экология». Только в этом году на обновление автопарка и приобретение оборудования выделено порядка 73 миллионов рублей. Глава региона отметил, что такая работа ведется уже несколько лет. А начало 2021-го показало, от подготовленности специалистов и материальной базы хозяйств зависит сохранность не только лесов, но и деревень. Новую технику распределяют по 9 районам Омской области. С ее помощью будут не только тушить возгорание, но и проводить противопожарную опашку, а также патрулировать самые труднодоступные районы. Добавлю, что с начала этого года в регионе было зафиксировано около 500 лесных пожаров и 90% из них работники потушили буквально за день. В последнее время очень много возгорания. И что сейчас помогает техника, это очень хорошо. Удобно, что на вездеход и моторы здесь совсем уже другие. Ну и по комфортному, конечно, намного отличается, которые были раньше. У нас в прошлом году было обновление техники, там нам дали трактора и вездех снега, болотоход и нынче пожарные машины. Зерновые экспрессы из Омска пойдут по новому маршруту. Теперь составы будут отправлять со станцию Черлак. Пункт находится неподалеку от границы Омской области с Казахстаном. Это позволит сократить время доставки груза в соседнюю республику. Ну а сегодня первый состав с зерном на экспорт. Более 4,5 тысяч тонн отправился во Владивосток. Здесь контейнеры перегрузят и отправят по морю во Вьетнам. В ближайшие несколько дней из Черлака уйдут еще два зерновых экспресса. В дальнейшем объемы поставок планируют увеличивать. Добавлю, что основные покупатели Омского зерна это Китай, Киргизия, Казахстан, Монголия и Вьетнам. Пострадали от рук вандалов. На улице Ленина сломали шаровидные ивы. Изувеченные деревья увидели рабочие управления дорожного хозяйства и благоустройство этим утром. Некоторые ивы удалось спасти, их перевязали. Но процесс восстановления, говорят, будет очень долгим. Одно дерево все же пришлось убрать. Специалисты планируют обратиться в полицию. Напомню, вандалы уже не первый раз ломают деревья в Омске. Так на улице Заозерной пострадали 10 лип. Управление дорожного хозяйства и благоустройства вновь призывает омичей бережно относиться к посадкам. Торжественную отправку омских призывников сегодня организовали на сборном пункте. Самая большая в этом сезоне группа, более 70 парней, будет проходить службу на Дальнем Востоке. Удачи бойцам пожелал губернатор. Для Александра Буркова провели экскурсию. Пообщался глава региона и с медиками. Для меня очень важно, что с каждым годом у нас растет уровень подготовки и самое главное уровень здоровья у молодых призывников. Да, огорчают, конечно, глазные болезни, но, к сожалению, это болезнь современности, гаджеты, компьютеры и все это. Но, тем не менее, в целом у нас по состоянию здоровья мы находимся выше, чем среднее по России. Это говорит о том, что сегодня у нас и здоровое питание, и занятия спортом, и настоящая подготовка к воинской службе. Добавлю, что весенний призыв продлится до 15 июля. Всего ряды вооруженных сил пополнят более тысячи омских парней. Омский аэропорт может стать хабом для одной из крупнейших российских авиакомпаний. Создать филиал в нашем городе планирует Red Wings. Эту возможность представители воздушного перевозчика обсудили с Александром Бурковым. Как отметил губернатор, Омск, по сути, является воротами в Центральную Азию. Спрос на такие рейсы был всегда. Так, до пандемии полеты в Казахстанский Нур-Султан выполнялись шесть раз в неделю с полной загрузкой. Перспективным направлением является Китай. Регион тесно сотрудничает с Манчжурией. Налажен экспорт продовольственной продукции. Особенно любят в этой стране омское мороженое. Готовы китайцы и летать в Омск. И за медицинскими услугами привлекает цена. Как отметил губернатор, если компания решит базироваться в регионе, это обеспечит преимущество и аэропорту. Трудоустроиться сможет местный летный состав. Достиг вершины в буквальном смысле. Омский спортсмен с диагнозом ДЦП рассказал, как покорил высочайшую точку России Эльбрус. К этому Сергей Коралло готовился полгода. На изматывающих тренировках укреплял ноги и повышал выносливость. Само же восхождение заняло четыре дня. На одну из точек Сергея доставили на подъемники. После акклиматизация и постепенный подъем к вершине. На штурм спортсмен отправился ночью. Дошел до отметки 5400 метров. До заветной цели не хватило всего 200 метров. Помешала погода. На Эльбрусе началась буря. Для меня всегда было что-то, что казалось невозможным. Я всегда ставил такие цели. То есть, ну вот Эльбрус был одной из них. То есть, кажется, что для человека с ДЦП это очень сложно, либо невозможно. И эта цель была уже, наверное, более трех лет у меня. Восхождение проходило, в принципе, как и у всей группы. Единственное, что у меня был дополнительный гид. За что ему огромное спасибо. Он вел меня. Потому что чуть-чуть скорость была ниже. И мы отставали от всей группы. Поэтому подготовка была такая же, как у всех. Восхождение команда посвятила другу. За несколько месяцев до экспедиции один из товарищей трагически погиб. Сейчас Сергей вновь приступил к ежедневным тренировкам. Признается, после горного воздуха на земле дышится пока нелегко. Времени на отдых нет. Впереди чемпионат мира по стритлифтингу, который намечен на декабрь. Еще через год спортсмен вновь намерен отправиться на покорение горной вершины. Уверен, тогда точно дойдет до отметки 5 642 метра. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем мои полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Если теплица, то на выставке теплиц у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Впервые в истории автомобильных марафонов событие международного уровня стартует на территории нашей Омской области. Запланирован старт российского этапа ежегодного международного ралли «Шелковый путь». 90 экипажей из более чем 40 стран начнут свой путь в самом сердце региона. В гонке примут участие наши профессионалы Евгений Фризоргер и Алексей Шпук. Мы готовились. У нас по плану было участвовать в «Шелковом путь». Звезды сошлись. Старт с Омска – это, видимо, судьба. Омская команда выйдет на старт против сильнейших гонщиков современности. Я думаю, что мы готовы. Мы настроены на победу. Без этого нет смысла выходить и на старт. Более 5000 километров трасс и бездорожья. Сибирские степи, алтайские горы и монгольские пески покорятся лучшим. Приходи поддержать своих. Стань частью мирового события. 1 июля, 17.00. Омск, Соборная площадь. Торжественное открытие «Ралли «Шелковый путь». Прямую трансляцию церемонии открытия «Ралли» смотрите 1 июля на 12-м канале. Начало в 17.00. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Радио Монте-Карло. И о погоде. Завтра, 2 июля, в Омске солнечно, без осадков. В ночные часы столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Тепла днем покажут 27-32 со знаком «плюс». В районах облачные местами возможен дождь. Ночью 17-20 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 30. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 16.40. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова